Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 8 октября, Православная Церковь празднует представление преподобного Сергия Игумена Радонежского Всероссии Чудотворца. Преподобный Сергий Радонежский в миру Варфоломей был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к Москве в селение Радонеж. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться о грамоте. Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь книжного разумения. Однажды, ища в пуля пропавших лошадей, он видел под дубом незнакомого старца-чернорисца. Монах молился. Утрак подошел к нему и поведал свою скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении. Затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просвары и, благословив ею Варфоломея, сказал «Возьми чадо и съешь. Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Священного Писания». Благодать эта действительно сошла на Утрака. Господь дал ему память и разумение, и Утрак стал легко усваивать книжную мудрость. После этого чуда в юном Варфоломее еще более окрепло желание служить только Богу. Ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников. Первое время Варфоломей, постриженный в монашество с именем Сергий, около двух лет подвязался один в лесу. Нельзя и представить, сколько искушений перенес в это время юный монах, но терпение и молитва преодолели все трудности и дьявольские напасти. Мимо кельи преподобного Сергия целыми стаями пробегали волки, приходили и медведи, но ни один из них не причинял ему вреда. Однажды святой пустынник дал хлеба пришедшему к его келье медведю, и с тех пор зверь стал постоянно навещать преподобного Сергия, который делил с ним свой последний кусок хлеба. Как ни старался святой Сергий скрывать свои подвиги, слава о них распространилась и привлекла к нему других иноков, желавших спасаться под его руководством. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена. Сергий долгое время не соглашался, но, видя в их неотступной просьбе призвание свыше, сказал «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя волю Господню». Это было в 1354 году, когда святитель Алексий вступил на кафедру московского митрополита. Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества имеют особое значение, потому что он положил начало жизни пустынников, устроив вне города обитель с общин на житие. За полгода до кончины великий подвижник удостоился откровения о времени своего отшествия к Богу. Он созвал к себе братью и в присутствии всех передал управление обителью пресному ученику своему, преподобному Никону, а сам начал безмолвствовать. Наступил сентябрь 1392 года, и преподобный старец тяжко заболел. Еще раз собрал он вокруг себя всех учеников своих и еще раз простер к ним свое последнее поучение. Сколько простоты и силы в этом предсмертном поучении умирающего отца иноков. Сколько любви к тем, которых оставляют. Он желал и заповедал, чтобы его духовные дети шли тем же путем к Царству Небесному, каким шествовал он сам в продолжении всей своей жизни. Прежде всего, он учил их пребывать в православии. Основанием всякого доброго дела, всякого доброго намерения по учению Слова Божия должна быть вера. Без веры угодить Богу невозможно. Но вера православная основана на учении апостолов и отцов, чуждое высокомудрствование, которое часто ведет к маловерию и неверию, и сбивает с пути спасения. Далее преподобный завещал братья хранить единомыслие, блюсти чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную. Советовал удаляться от злых похотей, предписывал умеренность в пище и пятии, смирение, страннолюбие и всецело искание горнего небесного с презрением суеты житейской. Он многое напомнил им из того, что говорил прежде, и, наконец, заповедал не погребать его в церкови, а положить на общем кладбище вместе с прочими усопшими отцами и братьями. Безмолвно стояли с поникшими главами, скорбящей чада Сергиевы и с болью сердечной, внимали последним наставлением любимого старца. «Не скорбите, чада мои, с любовью утешал их старец. Я отхожу к Богу, меня призывающему, и вас поручаю всемогущему Господу и причисто его матери. Она будет вам прибежищем истинной отстрел вражьих». Перед самым исходом души своей старец пожелал в последний раз приобщиться при чистого тела и крови Христовых. Весь, исполненный благодатного утешения, он возвел к горе свои слезящиеся от радости очи и еще раз при помощи учеников простер к Богу свои преподобные руки. «Вруца твоей предает дух мой Господи», – тихо произнес святой старец, и в дыхании всей молитвы отошел чистой своей душой ко Господу, которого от юности возлюбил. Это было 25 сентября 1392 года по старому стилю. Лишь только преподобный Сергий испустил последний вздох, несказанное благухание разлилось по его келии. Лицо усопшего праведника сияло небесным блаженством, и смерть не посмела наложить свою мрачную печать на светолепный лик новоприставленного старца Божия. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобной Ефросинии Александрийской, преподобной Ефросинии в миру Феодулии Суздальской, празднуется перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского, преподобной Досифеи Затворницы Киевской, преподобного мученика Пафнутия Египтянина и с ним 546 мучеников, исповедника Николая Розова Пресвитера, честуется обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремезова Пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин